Эту церемонию заранее назвали прорывом. Наконец, говорили сторонники, власть повернулась лицом к учителям. Впрочем, довольно остались не все. Председатель профсоюза работников образования Андрюс Новицкас отказался подписывать документ, так как, по его мнению, договор принесет больше проблем учителям, чем пользы. Министр образования манипулирует мнением, утверждая, что с помощью договора будут выполнены все требования педагогов по заработной плате. До сих пор не ясно, что это за новая модель, утверждает Новицкас. Тем временем в Минобразование подсчитали, что до 2020 года зарплата учителей сможет достичь аж 1000 евро. Это точно не пустые слова, когда говорится о том, что образование – приоритет. В первую очередь мы хотим поблагодарить профсоюза за доверие и Министерство образования. Это важный документ двусторонних обязательств, именно двусторонних. Подчеркну. Это важный шаг по поддержанию диалога в сфере просвещения. Это только начало. Много дел еще придется осуществить. Нас ждет еще решение многих проблем. Министр отмечает, что в коллективном договоре указано, что в несколько этапов будет введена штатная оплата для педагогов. Из бюджета по планам на заработную плату будет выделено 20 миллионов евро. Кроме того, всего на заработную плату учителям в 2018-19 годах дополнительно будет выделено 93 миллиона евро. Штатная оплата будет введена 1 сентября следующего года. Представители профсоюзных организаций утверждают, что подписанный сегодня коллективный договор еще не совершенен. Удовлетворяет ли содержание коллективного договора? Конечно, нет. Если бы профсоюзы могли бы диктовать правительству содержание, он был бы другим. Я хотел бы пожелать всем продолжать дискутировать и, конечно, тщательно читать договор. Коллективный договор подписан. Осталось только придерживаться его и ожидать сентября следующего года. Ирина Высокович, Мартина Свитцбелес, Первый Балтийский канал.